Фейбл 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 замерз, покрывшись мурашками. А затем я случайно посмотрел вверх и увидел через разбитое окно, которое ведет в туалет. Что я тогда увидел, никогда не забуду в своей жизни. Я увидел лицо. Деформированное, широкое, уродливое, с огромными черными глазами и большим улыбающимся красным ртом. Это выглядело одновременно фальшиво и невероятно реалистично, будто кто-то поставил перед собой задачу сделать копию самого уродливого лица на земле. И в своем мастерстве он достиг долины зла. Такого лица не встретишь в кошмарах. Это просто невозможно описать словами. Это нужно видеть, чего я бы даже врагу не пожелал. Я даже не знал, чего боялся больше, самого лица или того, что моя фантазия нарисовала за два метра стены. Собственные мокрые волосы встали дыбом на затылке, и я попытался ужаться как можно сильнее в маленькой ванной. Я так хотел не столько кричать, сколько всего лишь пискнуть, чтобы облегчить свой страх. Но я так сильно сжал зубы, что челюсть чуть не отвалилась. Никогда в жизни я не испытывал такого сверхъестественного ужаса. Лицо смотрело мимо меня, как будто было очаровано тем, что видела в окне кухни напротив. Я не знаю, сколько времени прошло, может минуты, может секунды. Думаю, оно заметило мой взгляд и посмотрело на меня после трех или четырех худших секунд моей жизни. Я закричал. Долго сдерживаемый крик вырвался хриплым и пронзительным лаем. Думаю, если бы я тогда не выпустил из себя крик, я бы сошел с ума от ужаса, глядя в эти огромные пустые глаза. И оно исчезло, просто медленно скользнуло из виду. Было так, как будто декорации убрали. Не мог поверить в свое счастье. Большая нервная дрожь пробежала по моему телу. Я долго сидел в ванной, затем медленно встал и выглянул в окно, выходящее на кухню. И как в худшем ужастике, оно вдруг появилось. Оно было там, всякое мертвенное и бледное, все в синих полосах и ухмылялось, как улыбка, прямо рядом со мной, за стеклом. Оно только что переместилось из ванной в кухню. Мои ноги подкосились. Я потерял равновесие, упал из ванной и сильно ударился головой о батарею. Может быть, я на время потерял сознание, а когда пришел в себя, все, что я мог видеть, это потолок кухни на полу сквозь окно. Все началось с телевизионной рекламы каких-то новых хлопьев, которые, как говорилось, могли почти заменить полноценный рацион. Много витаминов, минералов, клетчатки и даже белка. Это обещали по телевизору, и люди толпами хлынули в магазины. Сначала их продавали исключительно в детских магазинах, как детское питание. Оно было распродано за считанные часы, и директора обычных продуктовых магазинов, увидев такие продажи, тоже решили купить эти сомнительные хлопья. Вы знаете, я даже купил это, но это было отвратительно, и упаковка, и содержимое были противными. Мой сосед снизу, в отличие от меня, попробовал эти хлопья и прямо подсел на них. Сильно подсел. Он ел это круглосуточно, но я заметил, что он заметно потолстел. Затем я устал наблюдать за всем этим и пошел на работу. Когда у меня дома закончились продукты, я пошел в магазин за пополнением запасов. Каково было мое удивление, когда я увидел прилавки, забитые этими хлопьями, они были везде. Алчность магазинов казалась безграничной. Найти полку с оставшейся пастой и консервами было почти невозможно. Я взял, что смог найти, и пробежался по другим магазинам. Этого должно хватить на два месяца. Люди, которые питались только этими хлопьями, перестали быть похожими на себя. Кожа покрылась пугающими серыми растяжками. Иногда они выходили из своих квартир, чтобы запастись новой партией этой вонючки. Они напугали меня до смерти. Я включил телевизор и снова увидел рекламу тех странных хлопьев. Теперь они устраивают какую-то акцию. Каждый 10-й покупатель этого продукта получает поездку в теплую страну. Каждый день они объявляли победителя и дарили ему путешествие. Что мешает мне выиграть путешествие? Ведь я не собираюсь есть эту еду. Я побежал в магазин и купил 10 пачек, оплачивая их по отдельности, таким образом гарантируя себе победу. Через неделю я оказался среди других счастливчиков, стоявших в местной телестудии на презентации ваучера. На следующий день я уже летел на частном самолете компании вместе с другими. Мы начали садиться. Я увидел, что это вовсе не остров. Это был огромный мастер-класс. Когда мы приземлились, я понял, что что-то не так. Людей загоняли в какой-то закрытый ангар. Мне удалось спрятаться в соседнем здании. Охранников почти не было. Толстые зомби практически шли сами по себе. Затем я услышал звук выстрелов. О боже! Поднял взгляд на конвейер. Это производственный цех этих проклятых хлопьев. И знаете что? Кажется, они делают их из этих победителей. Я записал это сообщение с надеждой на спасение. Кто вы вообще? Два подростка по имени Кэнзи и Тэцэ увлекались паранормальными явлениями. Каждый раз, когда они встречались, у них была страшная история о призраках или городская легенда друг для друга. Однажды Тэцэ сидел в интернете и просматривал сайты, собирающие японские городские легенды. Он прочитал историю о подвесном мосте, который находился недалеко от его дома. На сайте было много фотографий моста и окрестностей. Тэцэ понял, что эта история заинтересует его друга Кэнзи. Он рассказал ему эту историю. Говорят, что одно из ущелья пересекает подвесной мост, который по неизвестным причинам стал любимым местом для самоубийц. Каждый год как минимум 20 или 30 человек прыгали с моста, падая насмерть. Никто не мог объяснить, почему это происходило. Говорили, что мост околдован и в нем обитают духи всех, кто когда-либо покончил с собой, прыгнув с него. Когда Кэнзи вернулся домой вечером, он решил, что должен посетить этот мост. Он действительно хотел увидеть призраков. В тот вечер он отправился в горы, где находился мост. Через полчаса он достиг места. Было почти 12 ночи, когда он добрался до моста. Вокруг не было ни души. Атмосфера была такой зловещей и мрачной, что по спине пробежал холодок. Вау, какое место жуткое. Пробормотал он. Осторожно подошел к краю ущелья, чтобы посмотреть вниз. Он начал думать о всех тех несчастных, кто бросил себя в темноту ущелья. Эти мысли заставили его волосы встать дыбом. Вид был настолько великолепен, что он решил, что обязательно должен позвонить другу и рассказать об этом. Достал мобильник и набрал номер друга. Однако, поскольку он был высоко в горах, ему не удавалось поймать сеть. Кэнзи огляделся и увидел в стороне одинокую телефонную будку. Он зашел внутрь, бросил несколько монет в аппарат и снова позвонил. «Привет, Туцуя. Угадай, где я сейчас. Я на этом висячем мосту, о котором ты говорил. Вид замечательный. Вам стоит приехать и увидеть это своими глазами. Это было бы здорово», — ответил Туцуя. «Я просмотрел все фотографии на сайте. Подожди, откуда ты звонишь?» Кэнзи засмеялся. «О, да, я не мог поймать сеть. Вот я и звоню отсюда, с платного телефона». «Телефон-автомат. Там нет телефона-автомата. Я бы заметил его на фотографиях». «О чем ты говоришь?» — сказал Кэнзи. «Я стою в телефонной будке прямо у входа на мост. Ну, мне пора идти. Впереди целая очередь, чтобы позвонить. Позвоню тебе, как доберусь до дома». Как только он это сказал, Туцуя закричала. «Нет, Кэнзи, не выходи из будки. Я знаю, что это за место. Я буду там через полчаса». «Что бы ни случилось, не выходи из будки». «Что случилось?» «Просто пообещай мне, что не сделаешь ни шагу. Не двигайся, не вешай трубку. Я еду». Когда его друг отдыхал, Кэнзи охватила волна страха. Он стоял в будке и держал телефонную трубку у уха. Когда он огляделся, увидел ряд людей, молча наблюдающих за ним. Он почувствовал дрожь, встретив их взгляды. Полчаса спустя, когда Туцуя прибежал к мосту, он нашел своего друга, стоящего на самом краю ущелья. Он держал мобильный телефон у уха. Телефонной будки не было. Никто не стоял в очереди к ней. Если бы его друг сделал хоть шаг, он бы упал в ущелье и неизбежно разбился. Это произошло 7 лет назад. Я тогда был обычным студентом-первокурсником. В общем-то, это даже не моя история, но рассказать ее больше некому. Со мной училась девушка-отличница, патологически честная гордость родителей. Вообще, она была моей троюродной, то ли еще хрен знает сколькиюродной сестрой. В общем, дальняя родственница из другого города. Родители сняли ей маленькую однокомнатную квартиру в нашем городе и жила она себе потихонечку. Но однажды в выходные случилось что-то странное. Поначалу я не придал этому особого значения и, как потом, выяснилось зря. Я отлично помню тот день и тот час, будто это было вчера. Она прибежала часов в 9 утра, размазывая слезы по лицу и содрогаясь от рыданий. Долго не могла успокоиться. Только минут через 40 она пришла в себя и смогла рассказать мне, что произошло. Как оказалось, у нее было тайное увлечение. Чтение страшных историй, просмотр всяких жутких видео и все в таком духе. Перед сном она установила напротив своей постели камеру и легла спать, надеясь заснять что-нибудь необычное. Поначалу, когда она начала рассказывать об этом, мне в голову даже пришла мысль, что, оказавшись без контроля родителей, она, возможно, употребила что-то запрещенное. Но, говорю же, сейчас я очень жалею, что не поверил ей тогда. Короче, с утра она переписала видео с камерой на ноутбук и начала просматривать отснятое. Поначалу на видео она просто ворочалась сбоку-набок, а потом, по ее словам, она на пару секунд отвернулась от экрана, чтобы поймать муху или что-то такое. Взглянув снова на монитор, у нее, как она тогда выразилась, забегали мурашки по спине. На видео она приподняла голову и стала смотреть в камеру с удивленным выражением лица. Она это описывала, как широко распахнутые глаза, поднятые брови, но совершенно гладкий лоб и такая легкая улыбочка, как будто бы смотрит заинтересовавшаяся кошка, когда видит что-то вкусное у тебя в руках. Необычным на этом лице было то, что зрачки были настолько широкие, что почти не было видно радужки. И так она продолжала смотреть с монитора несколько минут, не мигая и не двигаясь. Сестра тогда уже подумала, что ноутбук завис и кадр застыл, но тут она обратила внимание на то, чего быть просто не могло. У нее тогда были темные волосы и короткая стрижка, а одна прядь сверху была окрашена в ярко-фиолетовый цвет. Но сейчас она видела эту прядь где-то в районе шеи, другое себя, что смотрела с монитора. И чего никак не могло быть, ведь прядь слишком короткая. То есть получается, что ее голова спокойно лежала на подушке, а в камеру смотрела что-то другое, угнездившееся поверх. Перед тем, как продолжить свой рассказ, сестра несколько минут заикалась, дрожала и спрашивала меня, не подумал ли я, что она сумасшедшая, не расскажу ли я кому-нибудь и не будет ли кто-то обзывать ее так. Я, конечно, дал слово, что ничего подобного не будет. В общем, как только она подумала об этой пряди, случилось то, что вызвало у нее всю эту истерику. Она клянется, что дальше ее собственное лицо, которое десять минут неподвижно смотрело в камеру огромными зрачками. Буквально за пару секунд резко вертикально вытянулось, и рот открылся неестественно широко. Она говорила, что вполне поместился бы кулак, и нижняя челюсть отъехала в сторону вместе с лицом, образуя что-то типа буквы О. Она тут же закрыла окно проигрывателя. И тут она продолжила рассказывать. Через всхлипы увидела, что эта кошмарная перекошенная морда стоит у нее как фон на рабочем столе. Она бросилась его удалять, и увидела, что все изображения были заменены этой дрянью, а вместо музыки во всех файлах было какое-то шипение с еле различимым инвертирующимся стуком на фоне. Я посоветовал ей, чтобы она успокоилась, и решил сам сходить к ней почистить компьютер от вирусов. Она сразу же согласилась, и мы пошли к ней. В действительности все оказалось именно так. На рабочем столе были те жуткие картинки. Честно говоря, я при первом взгляде сам испугался. Только виду не подал. Должен же был кто-то разобраться во всей этой происходящей ситуации. Тогда я подумал, что кто-то из недоброжелателей в фотошопе изменил лицо и заслал ей. Мало ли. Завистников и злых шутников никто не отменял. В общем, я повозился с полчаса и убрал эти ужастики с ее компа. Больше ничего подобного, как она говорила, потом не повторялось. После этого прошел год. Свои увлечения паранормальщиной она бросила. И казалось бы, что вся эта история позади. Но через какое-то время она позвонила мне. И срывающимся голосом рассказала, что это вернулось. Я не сразу понял, что она имела в виду. Но она напомнила о том видео и картинках. В этот раз она была на девичнике у своей подруги. И потом ей прислали фото с вечеринки. Она говорила, что на всех фотографиях, где есть она, снова появилось то лицо, удивленное, со слабой улыбкой и огромными черными зрачками. И это несмотря на вспышку, из-за которой у всех, кроме нее, в кадре зрачки были красными. Я тогда отмахнулся. Решил, что после того случая у нее с нервами стало не в порядке. Сказал, чтобы она не придавала этому значения. И ничего эти фотографии не сделают. Да и я как раз увлекся одной девушкой. И мне было некогда заниматься ее делами. Я сказал, что ничего страшного в этих фотографиях нет. Мол, если не нравится, то просто удали. И попрощался с ней. Я описывал этот случай спустя три года после обозначенных выше событий. Я ничего не сделал тогда и ушел гулять с девушкой. О чем я теперь сильно сожалею. Мою родственницу спустя несколько дней нашли мертвой в ее собственной кровати. Она была абсолютно седая. И все, кто ее видел, говорят, что глаза у нее от ужаса едва ли не были круглыми. А все лицо было в засохших слезах. Дверь в ее квартирку была приоткрыта. Сначала все подумали, что к ней кто-то залез. Но везде был порядок и следов борьбы не было. Но входная дверь была расцарапана и вскрыта изнутри. Я долго обдумывал произошедшее. Ночами не мог уснуть. В какой-то мере я стал параноиком. И мне стало казаться, что что-то может случиться и со мной. Полгода назад ее похоронили. А вчера я получил по почте фото с неизвестного адреса. С той самой вечеринки она смотрела на меня огромными зрачками и ухмылялась. Ханна, вставай. Сегодня ты едешь к бабушке с дедушкой. Ладно, тогда я встала. Отлично. Давай, собирайся. Ханна, вижу тебе скучно. Иди погуляй. Привет, человек, говорящий по-по. Может, ты уже перестанешь говорить по-по-по и подойдешь сюда? О, черт, нет! Надо рассказать все. Похоже, это тупая идея. Бабушка, дедушка, там была женщина в белом, очень страшная и... Стой, их это не волнует? Стой, подожди. А какого она примерно была роста? Да, наверное, метра два с половиной. Что происходит? Бабушка плачет? Бабушка, что случилось? Она очень опасна. Каждый, кто видел ее, умирал через несколько дней. Придем в твою комнату, и я скажу, что тебе нужно делать. Возьми эту бумагу и не забудь. Никогда не открывай дверь. До семи сорока. Я что-то слышу. Ранна, тебе страшно? Может быть, я составлю тебе небольшую компанию? Ой, нет. Я не должна открывать дверь. А это что за звук? Соль почернела. И бумага тоже. Нет! Хашиша Кусама, нет! Господи, спаси меня. Она ушла. Посмотрим на часы. И я могу выйти. Ох, ты жива. Слава богу. Сейчас ты должна сменить свою одежду и покинуть этот дом. Твои родители уже ждут тебя. Ладно. Бабушка, пожалуйста, не плачь. Я вернусь. Я обещаю. Нет, не надо, не возвращайся. Ты же знаешь, чем это кончится. Ладно. Дети, вы можете идти домой? Ну что, домой, девчонки? Простите, но я не пойду сегодня домой вместе с вами. Почему? Потому что мама хочет пойти со мной в торговый центр после школы. И она сказала мне ждать ее перед школой. Ну ладно. Ладно, я подожду маму здесь. Мы можем остаться с тобой и подождать ее вместе. Хорошо. Как долго там нужно ждать? Я не знаю. Простите, но и мои родители ждут меня. Так что я пошла. И я тоже. Пока, Тим. Пока. Мама, все не идет. Ну я пойду домой. Я красивая? Ага. А вот так? Нет. Чьего сегодня нет в школе. Я за нее беспокоюсь. Давай-ка я ей сейчас позвоню. Она не отвечает. Она не отвечает. Я красивая? Да. А вот так? Да. Здесь я сама найду. Ага. Пока. Эмико. Беги. Ханна, что случилось? Эта страшная женщина убила моих друзей. Да, да, конечно. А теперь иди в комнату и делай домашку. Попробую-ка я поискать в гугле что-нибудь про нее. Так, вот. Теперь читаем. Кутишаки, она была прекрасной женщиной, которая жила в японской деревне. Я красивая? Она у всех спрашивала, красивая ли она. Да. Все люди говорили ей да. И это делало ее очень довольной. Но однажды она изменила своему мужу. Почему она? Почему именно она из всех женщин в деревне? Почему именно она? Потому что она самая прекрасная женщина в деревне. После этого она совершила суицид. Ой, как же это грустно. Мне так жаль ее. Учитель, мне нужно сказать кое-что очень важное. Говори. Рассказывай ей про все. Ну, это просто глупая легенда. Но я видела ее. Она убила моих друзей. Ага. Конечно. Садись уже за свой стол. Пойдемте со мной после школы, и я вам покажу ее. Сумасшедший ребенок. Стойте. Вы сказали, что пойдете со мной. Хорошо, пойдем. Ну, и где она? Просто следуйте за мной. Я красивая? Да. А вот так? Ты нормальный человек. Это работает. Говорила же вам. Ага. Я должен рассказать всем студентам об этом. Хорошо. Канна, ты слышала про красную комнату? Просто мой друг пропал, и я думаю, что из-за нее. А теперь, раз уж школа кончилась... Я собираюсь пойти домой и попасть туда, чтобы спасти его. Не-не-не, не надо, не надо. Она ушла. Ладно, попробуем. Тебе нравится это? Нравится что? Тебе нравится красный? Да, я люблю красный. Тебе нравится красная комната? Да, да, мне нравится. Так, теперь имена. Изуми. Это мой лучший друг. Тебе нравится это? Тебе нравится красный? Тебе нравится красная комната? Нет. Так, список имен. И она тоже в нем. Нет, что произошло? Нет. Ханна, почему ты кричишь? Я вхожу. Помогите, кто-нибудь, мне больно. Мама, кто-нибудь, помогите. Что-то делает мне больно. Что я могу сделать? Прости. Все красное. Я знаю. Вода. Это кончилось. Мама? Со мной что-то не случилось страшное. Пожалуйста, не повторяй это снова. Я не буду. О, нет. Да это же ведь все из-за красной комнаты. Ты пыталась вызвать красную комнату? Ага. Никогда не повторяй этого снова. Не буду. А теперь пойдем в больницу. Кто просил страшилку, вот вам страшилка. Надеюсь, понравилось. Ставьте лайк, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Это канал Fable. Меня зовут Артем. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok